Ну что, друзья, заканчивается первый день выставки. Поехали 2022. На некоторые вопросы нашли ответы. Хотел вас с ними познакомить, потому что не у всех есть возможность узнать из первых рук. Пообщались с другими продавцами. По поводу мотоциклов Минск. Кто-то думает, что двигатели для Минска делаются в Китае, а все остальное делается где-то в России или Белоруссии. Нет, это полностью китайские мотоциклы. Полностью от начала до конца Минск. Это китайский мотоцикл. Что касается вот этого бренда Lung Chin и мотоциклов с названием Vogue. На них написано так. Значит, вот эта модель, например, 650 с одноцилиндровым двигателем. И рядышком есть у нас модель 300-кубовая, очень напоминающая Honda Enduric 300-й инжекторная модель. А вот этот мотоцикл, очень интересная такая тема. Стоит он чуть больше 600 тысяч в стандарте и около 700 в полном обвесе. Оказывается, фирма Lung Chin, вот Vogue, это один из брендов ее, делал для BMW F650 и F800 двигатели. И как только BMW сняла с продажи, с модельного ряда, свои мотоциклы 650-800, то компания Lung Chin продолжила выпуск этих моторов и сделала свои мотоциклы. Здесь не сильно тормозные системы стоят, много европейских компонентов, бошевский впрыск. И двигатель вот на этой модели, называется она Vogue 650DS, это обычный BMW-шный двигатель в исполнении того китайского завода, где до последнего времени этот двигатель как раз для мотоцикла BMW и производился. Такая интересная приборная панель. Ну а вот эти вот 300-кубовые Watch Rally 300, оказывается, они продаются просто в лед. И те магазины, которые занимаются розницей, в полном восторге. Вот такая вот квадромашинка Lung Chin 300. Значит, здесь что интересно, здесь привод на заднюю ось, здесь только задний привод осуществлен карданом, здесь неразрезной мост с одним амортизатором, но при этом всем это полноразмерный квадрик. Он, конечно, одноместный изначально, но вот прилепили спинку, такие маленькие псевдоподножки пассажирские, и вроде как позиционируется он 1 плюс 1, но в реальности это полноценный одноместный квадроцикл на небольших колесах, покрышки здесь 24 на 12, 24 на 12. А интересно вот здесь то, что он заднеприводный, с карданом, обратите внимание, с понижающей передачей. Сделан очень интересно, добротно, а также они есть уже в продаже, и двигатель здесь 300-кубовый, инжекторный. При ценнике в 415 тысяч, ну, в общем, модель очень интересная и достойная. Также розничные продавцы отзываются, что модель только положительные отзывы у тех, кто купил, вызывает. Впереди лебедочка даже есть. Вот эта модель, это новинка. Сказали, что в Европе она пока еще не представлена, вот только-только первый раз продемонстрирована на выставке, поэтому здесь вот с тормозным рычагом, который расположен справа, там же, где и курок газа, ну, возможно, это накладка у них на таком предсерийном экземпляре-прототипе, связанная с тем, что они поставили сюда тормозную ручку от мотоцикла, правую, потому что на ней есть бачок тормозной. А в правильном, конечно, варианте надо либо ставить еще и левую рукоятку тормозную, либо только левую, потому что переключение передач здесь слева. Но здесь, что интересного, значит, это одноцилиндровый 700-кубовый мотор, обычная многоэтажная подвеска, ну, такой а-ля Гризли двухместный. Сзади небольшой бардачок, в передней части, как у Гризли, сделали вот такой кофр. Цена этого 700-кубового квадроцикла 850 тысяч. Хотел вам показать, насколько здорово они тут подошли к теме со светотехникой и дисплеем. Обратите внимание, как выглядит световая часть. Впечатляет. Сейчас покажу спереди. Багажник небольшой, ручка открывания сидушки, снятия сидушки расположена сзади. Вот тут не очень понятно, какого размера сюда можно поставить кофр, с учетом того, что сзади должна пролезать рука. Ну, и впереди также он светит очень хорошо, то есть со светотехникой тут. Очень хорошо решили вопрос дизайна. Светит здорово. Ну, опять-таки, вот они попробовали, сделали такой экспериментальный вариант с выносом. Это чисто для выставки, поэтому получился такой предсерийный образец с очень большим углом. Вот обещают, что в дальнейшем исправится. Ну, в общем, 700 кубов, один цилиндр. И в дальнейшем обещают еще 500-кубовую модель. А так, производитель Lanchin. Lanchin это один из крупнейших производителей в Китае генераторов. ТГБ, значит, тут что интересного, уже говорил я про эту модель. Литровый стоит полтора миллиона, 600 кубовый, одноцилиндровый стоит миллион сто. У них по-разному реализованы системы переключения трансмиссии и приводов. Сейчас покажу вам, в чем секрет. На литровой модели очень интересно реализована тема переключения приводов. Сейчас вместе посмотрим. Сзади вот такие вот решения накладочек. Это связано с тем, что в некоторых странах идут круглые фары. Поэтому на литре они сделали, с одной стороны, заглушку, с другой стороны, выход на бензобак. На 600-ке в обоих местах там заглушки. Вот это TGB, посмотрите, как так вот светотехника работает. А вот что касается приборной панели и переключения трансмиссии. Здесь сделаны две кнопки. Кнопка вниз, кнопка вверх. И вот что происходит при нажатии. Тут меняется режим трансмиссии. При нажатии одной из кнопок, либо в одну сторону происходит смена, либо в другую. И вот какие варианты тут есть. Тут их очень много. То есть начиная от заднего привода, разблокированный задний привод, то есть разблокировка дифференциала. Будет у вас одно колесо крутиться. Это как режим ТОРФ для того, чтобы был минимальный радиус поворота-разворота и не взрыхлять грунт. Дальше мы переходим в задний привод с заблокированным дифференциалом. Задний. Передний привод подключается, то есть просто полный привод. И последний вариант, это полный привод с блокировкой всех дифференциалов. То есть вот таким вот образом мы накидываем вверх, либо сбрасываем вниз все эти режимы последовательности. Так как многие голосуют рублем, то конечно же важным фактором будет ценник полтора миллиона. Это примерно сколько сейчас стоит CF-Moto с литровым двигателем. По конструкции обычная многорычажная подвеска сзади. Глушитель по центру. Крепление спинки на багажнике. То есть она здесь несъемная. Переключатель КПП справа. И две тормозных рукоятки слева и справа. На крыльях есть вот такие поворотные элементы, похожие как будто это ключ зажигания. В реальности это просто бардачок. Он находится на литровой модели и справа, и слева. Ну и некоторые моменты, наверное, будут еще дорабатываться. Потому что совершенно непонятно, для чего здесь расположено перед рулем отверстие. Не несущее никакого функционала. И лебедка на литровый вес идет в комплекте. И есть поворотники. Ну и здесь реализована функция через Bluetooth, соединение с телефоном. Будет показывать на русском языке информацию о том, что поступает звонок на трубку. Ну и, наверное, будет уже дальше вторая связь через Bluetooth со шлемом. Ну и модели Хайсун, одноцилиндровые квадроциклы, багги Хайсун. Все это, конечно, на фоне того, что предлагается другими компаниями. Выглядит это, конечно, очень примитивненько, скажем так. Такая явно не внедорожная, не грязевая, ни в коем случае техника, вообще ни в какой мере. Ну и с точки зрения исполнения того, как все это собрано, как это все сделано, это, конечно, прям Китай-Китай. Не знаю, как это все будет продаваться, потому что Хайсун много сейчас закупил техники, распределил ее по всяким дилерам и розницам по России. Но, глядя на них, конечно, создается такое печальное впечатление. Я думаю, что, например, при тех же Одессах за 797 тысяч, да, то есть это 650-ка, либо там за 900 тысяч 800-ый Одесс 60 лошадиных сил, то есть это уже техника абсолютно не конкурентная. Конечно, V-образный мотор, хорошее добротное исполнение с выверенными моментами, но уже при таких ценах, при цене там 900 тысяч за 800-кубовый Одесс однозначно просто будет перетягивать к себе клиентов. Даже вот такие вот игрушки, как Хайсун, рассматриваться не будут. Ну, а здесь выставлены электрические варианты техники, компания Элик. У нас в продаже были их электросамокаты снегоходные, не знаю, как правильно назвать, на гусенице одноместный электрический снегокат. Вот, и они продолжают эксперименты. Вот они багги делали полностью, на электропривод переделывали. Это, как мы видим, снегоход здесь переделанный, и квадроцикл русская механика, он же Одесс, в корпусе, в котором он продается в Америке. Вот, полностью переделанный на электротягу. Вот такие вот варианты исполнения разного транспорта, двухколесного, снегоходного, на базе маленьких китайских моторчиков от газонокосилок и генераторов. Ну, глядя на это, конечно, чувство сожаления только возникает о том, что у нас не могут научиться делать, к сожалению, малокубатурные двигатели, на базе которых мы могли бы все-таки в России начать производство своих снегоходов, своих квадроциклов. И пока вот приходится даже на выставках довольствоваться такими экземплярами из газонокосилок и генераторов с открытой приводной частью. Ну, такие вот модели очень спорные по функциональности, по своей, по качеству изготовления, ну и, конечно, по безопасности. То, что называется, я его слепила из того, что было. Такой же вот довольно опасный вариант с малокубатурным китайским моторчиком. Ну, еще раз напомню вам о ценах. Одесс 650, V-образный мотор, 54 лошадиных силы, 797 тысяч на 26 покрышках, литр 997 тысяч и 800 кубовый 60 сил 897 тысяч. Это все модели двухместные с V-образными двигателями, оснащенные лебедкой и передним и задним бампером, зеркалами и поворотниками уже в стандартной комплектации. Продолжение следует...